МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба телерадиокампании Гомель протягивает свою работу у эфиры. У студии Наталья Игнатенко, добрый день, глядите у гэтым выпуску. СТАРШИНЯ ГОМЕЛЬСКАХА АБЛВЫ КАНКАМА УЛАДІМИР ДВОРНІК ПРАВЕУ ПРАМОЮ ТЭЛЕФОННУЮ ЛИНЮЮ. ИНЖЕНЕРЫ, МЕДЫКИ, БУДАУННІКИ – САМЫЕ ЗАПАТРАБАВАНЫЕ СПЕЦАЛІСТЫ НА РЫНКУ ПРАЦЫ. ТУМАНЫ И ГАЛАЛЮДІЦА ПРАГНАЗУЦЄЦА НА ГЭТЫМ ТЫДНІ У РЕГЁНІ. И БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА АБ ГЭТЫМ И НЕ ТОЛЬКІ. СТАРШИНЯ ГОМЕЛЬСКАХА АБЛВЫ КАНКАМУ ЛАДІМИР ДВОРНІКУ МИНУЛЫЮ СУБОТУ ПРАВЕУ ПРАМОЮ ТЭЛЕФОННУЮ ЛИНЮЮ С ЖИХАРАМИ В ОБЛАСТІ. НА ГАДАЕМ, ТАКАЯ ПРАКТЫКА У БЕЛАРУССІ ИСНУЄ С ПАЧАТКУ МИНУЛАГА ГОДА. АСНОННАЯ ЗАДАЧА ЛИНІ – ПАВЫШЕНИЕ ЭФЕКТЫВНОСТІ РАБОТЫ СА ЗВАРОТАМИ ГРАМАДІН, ВЫКАРАНЕННЯ ФАКТАУ БЮРАКРАТЫЗМУ, АТАКСАМА АПЕРАТЫВНЫЕ ВРАШЕННЯ ПЫТАНЮ, ИКЕ УЗНІКАЮЦ У НАСЕЛНІЦЦВА. З ЯКІМІ ПРАБЛЕМАМІ НА ГЭТЫЙ РАЗ ЗВЯРТАЛІСЯ ДА КЕРАУННІКА РЫГЮНА, ВЕДАЯ ОЛЕХ СЕНЦІРОУ. ГЭТА ТРЕТІЯ ПРАМАЇ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНІ ЖАХРАМІ РЫГЮНА, ЯКОЮ СЁЛІТА ПРАВЮ САЩЕНЯ ОБЛАСНОГО ВЫКАНАВЧАГО КОМИТЕТА. ПОЧАС ДВУХ ПОПЕРЕДНІХ ПОСТУПИЛО КАЛЯ 60 ЗВАНКОВ, 23 ЗВАРОТЫ ВЫРАШЕННЫ СТАНОВЧА, ЯЩЕ 40 ЗНЯТЫХ С КОНТРОЛЮ ПОСЛЯ ПРАВЮДЕНИЯ ТЛУМАЧАЛЬНЫЙ РАБОТЫ. 32 ЗВАНКИ НА ПРАТЯГУ ТРОХ ГОДИН. ПОСЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРАМОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЛИНІ УЛАДИМИР ДВУРНИКА ЗНАЧИТЬ, УСЕ ЗВАРОТЫ НАСЕЛИ КОНСТРУКТЫВНЫЙ ХАРАКТЕР. ЛЮДИ ТЕЛЕФОНОВАЛИ ПО ПАПЫТАННЯХ, ЯКЕ ЗАЯВЛЯЮСЯ ДЛЯ ИХ САПРАВДЫ АКТУАЛЬНЫМИ. ЖАХАРКУ СВЕТЛАГОРСКА ТЕКАВИТЬ, КАЛЮ У ДОМИ 1967 ГОДА ПОБУДОВЫ У РЕЩЦЕ БУДЕ ЗРУБЛИНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РАМОНТ. У БОЧНОВАХ ДОМАХ, ЯКЕ ЗНАХОДЦИСЯ ПОБЫЧ, ЯГО ДАВНО ПРАВЕЛИ, А ПРА ГЭТЫ НИБЫТА ПАЗАБЫЛИСЯ. СОРЧЕНЯ АБЛОВА КНКАМА АБЕЦАЯ РАЗАБРАТСЯ. Эта очередь выстроена и имеется в каждом районе, вывешена на коридорах, там, где жилищное коммунальное хозяйство или же структура у исполкома, которая занимается этой работой. Поэтому вы посмотрите. И не дай бог, там кто-то что-то меняет. Такого нет и не должно быть. Ещё одно пытание. Тричься газификации вёсок. На забруженных территориях, гэтая работа проведена, иншим населенным пунктам пашинцевало меньше. Проблема не такая простая, как сдаётся. Причём справа не только у наявности финансовых сродков. После завершения будовництва Белорусской атомной станции упор будет рабиться на выкрыстане у жилых домах не газового абсолевания, а установку электрокотлов. Более масштабно и быстро осуществится. Потому что, представляете, сети сегодня подведены к каждому населённому пункту. Всё есть. Может, только внутренние какие-то вот эти разводки, которые не будут позволять по силовым параметрам удержать это, будут меняться. Всё равно будет происходить гораздо быстрее. И энергетики у нас, они более такие организованные, электро. Звонок звёздки-головинцы Гомельского района. Заразрадут их, коли выращение не потребует значных финансовых затрат. У семьи Овсянниковых сегодня выховывается пять детей. Трое уластных и двое приёмных. Умовы проживания находятся на постоянном контроле сельского совета и службу Министерства по надзвучайных ситуациям. Неких заувах николи не было. Але теперь распадыня потелефоновала на промую линию сама. Почас ремонту тут сняли пожарные оповещальники. Теперь их необходимо поставить знову. Только вот зарабить это самостойно. У семьи никто не берется. У речи размолы едят без спецедзатей. Суправцовник МНС проезжает негде просто полторы годины, посляя взвороту на промую линию. А оповещальники оказываются у рабочем стане и ходко займают свои места во всех покоях. Делала ремонт, поснимала их. Они были установлены. Приезжала и проверка недавно к нам из полкома. Всё работало. Но я сейчас волнуюсь, что пятеро детей, дом большой. Поснимала, и как их правильно установить, в рабочем ли они состоянии. Хотелось бы это узнать. И я так позвонила неожиданно. И тут отреагировали так быстро все, приехали. Так что спасибо большое. Даже неожиданно. Разум со старшинёй Абл-Ваканкама на промой телефонной линии, керувники справ районных ваканавших комитетов, а так само областных комитетов и управлению, это даёт махчимость оперативно реаговать на все звонки и при необходимости брать огученную проблему на контроль. Раз в три годины проведения телефонной линии, Владимир Дворник подводит выники и ещё раз нагадывая, необходно быть в постоянном контакте с людьми, тогда и проблем будет меньше. Конечно, вот эта работа, которую мы с вами проводим, это ваша заслуга, что нет людей таких озлоблённых. То есть работаете с людьми. Но снимайте, чтобы этих обращений было намного меньше. Мы там сдвинулись с вами в лучшую сторону, среди рейтинга в областях. Но давайте ещё двигать. Пока мы там ещё не в лидерах, но движение идёт. Если нет вопросов, тогда спасибо, успехов всем. Олег Сентяров, Валерий Копанько, далее рады компания «Гомель». С початку года на Гомельщине рабочее место и прослужбы занятости отримало больше, як 25 тысяч человек. На сегодняшний день у якости беспрационных зарегистровано ясно 6 тысяч суискальников. Али заразу, от поведности с новой редакцией закон об занятости насельництва, умовы предоставления працонных местца узмянилися. Подробязности у Марыны Северьяновой. Основное нововведение – скорочение максимального термину, знаходжение на улику якости беспрационного с трех до полутора годов. А кроме того, докладно вызначены обовязки беспрационных. Так, зараз суискальник повинен заявляться у службы занятости нерадечим разу месяц. И не для того, как только отзначится. На приеме у специалиста необходимо рассказать о выниках самостоянного пошуку працы. Бо стать на уликой просто чекать – уже незаконно. Коли потенциальное працонное место пропоновали на бирже, то на перемовы с наймальником треба з'являться на протягу двух дён с моменту отповедного накирования. У адворотным выпадку грамадянин перестанее лечиться беспрационным и будет снят из отповедного улику. Безработный не просто стоит и выжидает чего-то, а он непосредственно должен заниматься, конечно, поиском работы и об этом официально информировать государственные органы, то есть службу занятости. Далее, значит, если ему предлагается соответствующая работа по критериям его уровня образования, уровня подготовки, конечно, он должен соглашаться и, естественно, трудоустраиваться. Что до областного центра, то зараз в Управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского горвы Конкама зарегистровано коля двёх тысяч беспрационных. С початку года специалисты допомогли працевладковаться, прикладно, шасті тысячам человек. Сегодня очень большой поток вакансий, которые заявлены именно нанимателями – это инженеры, инженеры-проектировщики, инженеры-программисты, это врачи различных специальностей, медицинские сестры, младший персонал – это санитарки, и также достаточно большого количества – это педагогические работники. А кроме того, стабильным попытом у наймальников користаются специалисты у голене швейной и будовничшей вытворчасти, а так само кулинары. Марина Северьянова, Игорь Марышченко, телерадиокомпания Гомель. У Гомель отбился областный Батьковский сход. Традиционная форма работы с батьками у регионе набыла новый выгляд из мест. Дякую чисуместной инициативе управления адукацией и телерадиокомпании Гомель. У студии ток-шоу «Пушкина-8» собрались и представники батьковских комитетов усих районов Гомельщины, эксперты у сферы адукации и медицины, у центра уваги, развитие дошкольных установ, работа с подлетками и их семьями. Батьки смогли задать актуальные для своих регионов пытания, выступить за инициативами проектов. У эфир спецвыпуск ток-шоу «Пушкина-8» выйдя сёння у 19.01 на телеканале «Беларусь-3». У Гомельским Державным профессийно-технічным колледжи бытового обслуговування отбулося шоу-дефиле «Стыль и в образ скрозь 100 годзі». Гэта творчый проекты, ки ладзится на протягу 10 годов и дозволяя новученцам продемонстрывать свои таленты и самые смелые идеи. Подчас дефиле на сцене были представлены креативные проекты навученца у квалификации «Мастак-модельер». Гэта оригинальная коллекция оденья, дополненная складанными прычосками и макияжем. Усе в образы – розные по своим стылявым оформлённі, але при этом объединанные адзиной тематикой. Модели представили гісторию цырульницкого мастацтва и декоративной косметики с самых старожитных часов и до сучасности. Основная цель мероприятия – совершенствование профессионального мастерства и ещё повышение мотивации к профессиональному росту. Потому что участие в конкурсах – это несравненный профессиональный рост. И кроме того, первокурсники наши, глядя на подобные мероприятия, уже не сомневаются, что необходимо поступать на вторую ступень обучения. Сирой с туманами на двор я чекаю нас на ГТМ-тидні. По информации областного гидрометцентра, на завтра у регионе обвешчена оранжеву зровень небезпеки. На большей части территории прогнозуется туман. На дорогах – гололёдзица. Водителям варта быть вельми осторожными. Температура поветра на протягу суток в складе – от минус 3 до плюс 2 градусов. У особных районах макчымы опадки, мокрый снег и дождь. У сираду опадков не чекается. Слубки термометров покажутся на 6 от минус 4 до плюс 1. У день – от минус 2 до плюс 3. Переважна – без опадка у будзе и в наступные дни тыдня. Истотных змен на двор я не отбудется. У ночи прогнозуется до минус 7 градусов. У день – от минус 2 до плюс 3. Гэты, а так сама іншая новина, вы можете знайсти на нашем сайте у интернет-те по адресе www.tvrgomil.by. И на гэтым выпуск завершен. У студы працавала Наталья Игнатенко. Мы сочным зрозыцем падею Гомилю в області. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова